ребятки всем привет всем добрый вечер всех вас целую люблю до луны и обратно все ребятки смотрите чё я же перебирала шкафы и нашла попкорн покупала давно еще и вообще и забыла про него а это сегодня убирала опа попкорн лежит дома надо приготовить ну и в общем вечер мы управились и свои дела по поделали и общем время как бы уже пора ложиться спать вот но уж когда ляжешь сразу не заснешь что это телевизор я уже вообще давно не смотрю вот сейчас включу свои каналы какие-нибудь любимые ну и занесу в комнату попкорн и дик не любит когда вот это там что-нибудь такое заносишь и начинаешь в комнате жевать ну попкорн это святое дело правильно за просмотром телевизора вот я достала девочки утку на разморозку завтра буду готовить утром встану завтра тимур приедет вечером короче к вечеру приготовлю разморожу ее осмолю если там чего не так какие там пенечки если что то есть в общем завтра придумаю о все процесс пошел вот так я похлопаю а потом девчата у есть мелкая мелкая соль где-то где-то у меня есть мелкой вот именно мелкой мелкой солью посыпать тогда вот он как-то просаливается а крупной нет пошло пошло дело так ну все целая кастрюля получилась все выключаю ленте а насыпала две горсточки было бы так все закинул чуть-чуть а получил много так ну и вот что у меня получилось а вкусно запах такой стоит попкорным с ума сойти доброе утро ребятушки то уже видео сегодняшнего дня она рукава рукава поправь куртку достали в том году покупали думала будем покупать думала выросла она с нее но нет куртка нормальная куртку хорошую такую теплую брали в том году поправляя поправляя рукава одессе на чуть-чуть тут закуплила ну все а ну-ка дальше отойди вот все теперь в этой куртке хотя ну до конца застегни еще капюшон там где-то даже красота тепленько будет да ну все снимаю еще рано пока ты сейчас запаришься школу собираемся у нас школа в 9 уроки начинаются с 9 а ну-ка здесь подкладка не отстегивается не отстегивается но теплая прям такая хорошая так девочки посмотрите посмотрите вы не в аптеке находитесь в общем все что сейчас я применяю для ухода для уход за волосами то есть я также продолжаю пить витамины комплекс витамин витамины d витамины омега биотин коллаген вот это все девочки пью не пропускаю каждый день и вот это все я применяю на свои волосы но это еще не полная коллекция еще жду масло амаранды или масло амаранды она называется и также еще выписала шампунь 911 вот тоже может быть где-то это все выстрелит в общем использую вот эти маски раз три дня здесь у нас идет перцовая маска маска с горчицей и маска луковая вот я это эти маски проверяла уже но вот на перцовая у меня был момент тоже волосы лезли и я начала мазать перцовой маской по моему два раза в неделю у меня тогда вот от нее пошел пушок но тут я решила использовать все где-то на каком-то компоненте я так думаю что месяца через три должно выстрелить и общем вот эти вот маски я использую раз три дня конечно вот перцовая маска и маска горчицы она подпекает прям так хорошо прям конкретно подпекает вот это луковая маска нет запаха лука нету можно конечно и самому делать маски но это девчата вот это все течет на вещи течет ванище отстоит от этого и лука и всего вот а это уже я я же говорю я эту и может быть и вот такую коллекцию и не имела бы если бы я не пробовала пробовала мне тогда очень понравилось начал туда у меня отрастать новый волос вот в общем использую маску раз три дня когда наношу маску вот это у меня витамины а и тоже на ладошку капаю тоже втираю вместе с маской бывает просто так наношу также голову мою каждый день потому что если я голову не помою это девчата гнездо которая вот от лёжки поднимается весь волос вверх и как как а тем более я каждый день почти снимаю видео и как я вам покажусь в таком виде вот когда помыла голову брызгаю и свицин сначала я и свицин купила вот такой здесь уже у меня чуть-чуть осталось а его неудобно наносить то есть тоже все течет по лицу по рукам по тебе вот и смотрю стали продавайте свицин вот брызгать который наношу на корни волосы уже тогда высушиваю волосы но хочу вам сказать хоть я этим пользуюсь не так давно может неделю чуть больше недели раньше когда наносила маску у меня прям на руке оставались волосы прям целая копна сегодня утром нанесла маску девчата два волоска всего было два волоска но и волосы конечно волосопад у меня прошел уже то есть волосы не сыпятся потому что видать я вот этим вот всем под закрепила это все дело и жду результата что начнет отрастать про пробужду новые луковицы и начнет отрастать как-то волос будет погуще дальше что я еще использую короче мажу я получается маски делаю раз три дня а вот это все остальное использую каждый день по очередности масло виноградной косточки тоже втираю в голову в кожу головы это все копеечные средства это все продается в аптеке вообще вот это вот вся серия что у меня есть это все такое недорогое и как бы доступно и дальше у меня уже закончилась перцовая настойка тоже подпекает так хорошо в перец вроде бы он как бы пробуждает луковицы так читала дальше у меня идет масло репейная масло репейная с крапивой его тоже мажу девочки мажу бывает вот прям на ночь на мажу бывает на мажу там пару часов похожу потом смываю потом вот такой вот у меня масло репейная с красным перцем ну видеть здесь есть перец но видать его мало я не скажу что прогревает но не подпекает так так дальше никотиновая кислота у меня тоже есть и и ту ей тоже пользуюсь в общем все как говорится все средства хороши на каком-то компоненте это все должно выстрелить и плюс вот мою коллекцию добавится еще масло маранды и шампунь 911 там он разные есть и луковые дягтерные и какого там только нету и перцовый тоже но я какой-то заказала по моему дегтер дегтярный и какой-то еще не помню уже но в общем тоже буду по очередности применять вот это мне девочки не зашло это белорусская сыворотка она не смываемая то есть голову помыл и нанес просушил волосы от нее у меня жесткие они слепаются и в общем такое ощущение как будто ты голову не мыл вот эту я штуку бракую однозначно может быть просто не подходит к моему типу волосам может быть хорошая реальная штука но после чистой головы выглядит но не так как должно выглядеть и поэтому вот я сейчас опять перешла на этот эссвицин каждое утро я брызгаю волосы эссвицином прямо на корни наношу кто-то пишет не помогает но опять же мы все разные у нас все разное я не скажу помогает не помогает не могу еще пока оценить потому что любое чтобы ты начал делать это как минимум должно пройти три месяца я пользуюсь чуть больше недели вот этими вот всеми средствами ну и также буду продолжать девчата упорно всем этим пользоваться буду что-то добавлять вот в эту всю коллекцию я думаю что к весне отрастим хорошую нормальную шевелю я уже сейчас вот по истечении недели девчата вижу уже результат уже волос не такой блеклый вот не такой вот какой-то тусклый и безжизненный уже такой он стал поживее повеселее и плюс прошло выпадение вот если чем-то одним пользоваться что-то одно да там перцовая маска ты ж не знаешь где она там выстрелит в тебе или нет может у тебя не этого хватает а там витамина какого-то не хватает в общем вот так ну и по аптечными копеечными перечную мяту тоже вот будем в аптеке куплю настойку перечной мяты говорят тоже она там хорошо как-то воздействует буду просто пополнять вот эту вот коллекцию из аптеки и всем этим девчата будем пользоваться уход конечно нужен а то я под запустила никакого ухода помыла просушила помыла просушила и как бы все на этом так девочки а мы сейчас будем вот что делать в общем эдик обшил вот эту вот воротину сейчас будем ее поднимать обшил пеноплексом техноплексом это не для утепления девочки это как кто-то сейчас вот в комментариях зачем вы утепляете ворота читала это не для утепления это для лишней вибрации чтобы не было лишней вибрации также это будет плотность жесткой чтобы между этой обшивкой не было вот этого воздуха ветер не гонял туда-сюда железо для этого дайте правильно я изъясняюсь доброго дня все правильно ну пол по логике вот так сделали не думаю что хуже сейчас будем поднимать нам надо вот попасть вот в эту дырочку вот эта дырочка чтобы попала сюда до отверстия так ну чё поднимаем сейчас красота будет но вот вчера целый день выйди-ка ушел на вот эту вот воротину одну вот вот это тоже но это еще ладно это уже надо по вот это воротина она повторяется то же самое только дырка с этой стороны вот с калиткой будет с калиткой здесь придется помучиться здесь надо будет снимать замок чтобы вот эту обшивку пустить вот вот эти вот провода тоже все это туда будет надо будет утопить на калитке тебе надо будет снимать дайди к замок так ну чё поехали эдик говорит а ты чё деда мороза не показал руку кого деда мороза или деда мороза повесил на хомутиках на хомутиках ну ты эдик прям ну ты прям даешь прикольно как будто как будто он к нам лезет не прикольно я не думала я думала где-то на ступеньках на столб повесим эдик решил что здесь но здесь так здесь ну я вообще думал на какой-нибудь стол повесим но эдик так видят я художник я так как будто да по лестнице он видите лезет все ребятушки одели одели тяжеловато конечно было несколько раз снимали одевали снимали первый раз из-за меня вот здесь вот стояла эта штуковина сюда повернутая ее не видела одели не могу понять что она сюда у меня не идет эти кричит на меня мы вчера мерили нормально все было в чем там дело а оказывается вот из-за этой штуки сняли потом второй раз не попали в общем одели все зашла вот теперь надо болтами закреплять вот здесь вот такие болты надо купить какие-то необычные болты идика как они называются но тоже винты болты что-то типа подковку да вот такое вот и вот вот эти все дырочки вот что здесь вот это все должно быть еще вот оконченный вид крепится вот этими вот болтами красивыми какими-то ну классно шикарно а вообще так если по большому счету взять ворота не тяжелый дайте не тяжелые и вот поэтому когда если привод вы будете ставить себе ну вот чтобы ворота с пульта открывались чем тяжелее ворота тем на тяжелые ворота дороже привод правильно привод прям намного там дороже идет на тяжелых воротах потому что приводы тоже они там на какой-то килограмм веса рассчитаны ворота можно ворота это как у